В чем величие Николая II? Как отвечать на постсоветскую антиниколаевскую пропаганду? Дело не в Николае II, из него лепят какого-то мученика, юродивого, пытаются изобразить выдающимся государственным деятелем, что на самом деле в той или иной степени преувеличение, кто же судит по итогам, итоги неутешительные. Как сказал Шульгин, по-моему, о Ленине в 1917 году, он сказал, что Ленин – это не человек, Ленин – это фирма. А Николай II – это тоже не человек, это система. Система наднационального европейского аристократического управления, профессионального, бездушного, и именно за счет своей бездушности доброго. Потому что о чем злиться-то? Задача государственного деятеля, чтобы процветала его страна, соответственно, процветала он и его семья, как симбиотическая часть этого общества. И Николай II – это определенная культура управления, недостижимая до сих пор для нас, утерянная. Она была, можно это видеть, учиться. А то, что про нее говорят – это все аргументы советского периода. Была гениальная советская пропаганда. Вот они писали там на панельной пятиэтажке, на крыше устанавливали буквы «Слава КПСС». Ну и люди прямо шли, ну действительно, ну КПСС, «Слава КПСС». Как здорово вообще. И они ничего не могли, не сопротивляться, ничего не понимают. А реально тайные полиции, лагеря, расстрелы и так далее. А что они там пишут на заборе лагеря, это их, понимаете, делать людям уже нечего. По остаточному принципу что-то осваивают. Вот в чем дело. Поэтому дело не в том, что там говорят про Николая. Те же самые люди, которые там до сих пор его там пинают, ну заплатить им на 200 долларов в месяц больше, они будут то же самое говорить, только наоборот. Такие вопросы решаются другом уровне. А какой-то убедительной, серьезной критики его, конечно, нет и быть не может. Потому что что там критиковать. Человек управлял в сложнейших условиях страной 25 лет, привел ее к победе, а в конце ему предлагали в обмен на жизнь поступиться своими принципами и так далее. Ничего он не сделал, погиб и ушел достойно.